Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Зеленина Ольга, и мы продолжаем цикл наших программ. Музыка — это воздух. Музыка — это то, что мотивирует нас и заставляет двигаться вперед к намеченной цели. Если вы хотите жить хорошо, обязательно слушайте музыку. Музыка расслабляет, также заставляет отдохнуть наше тело, и не только тело, но и душу. Сегодняшний выпуск посвящен музыке, а точнее, влиянию музыки на наши сердца. Слушать музыку замечательно, а пропускать музыку через себя, то есть исполнять музыкальные произведения, это замечательно вдвойне. Именно поэтому я встретилась с участниками молодого, но уже получившего народную любовь хора Аве, которые поведают мне историю создания и развития хора, а также расскажут о перспективах на будущее. А место встречи я выбрала не случайно. В кафе «Веранда» можно спокойно и с удовольствием не только провести деловую встречу, но и дружески пообщаться. Мои гости сегодня исполнительный директор Мариана Филипцева, арт-директор и дирижер Данил Биба и хормейстер Елена Шленская. Мне очень приятно с вами лично встретиться и познакомиться. Расскажите немножечко мне и нашим зрителям о себе. Я являюсь исполнительным директором хора с самого момента его создания. Официальным днём рождения мы считаем 9 марта 2016 года, когда на одной из репетиций окончательно было выбрано и объявлено имя хора Аве, по-английски «Awe Choir». То есть следующей весной нам уже исполняется 5 лет, и мы далеко не новички на хоровых подмостках. Идея создания хорошего академического хора на базе русскоговорящей комьюнити Торонто и вся организационная работа по пути её реализации принадлежит мне. Это была моя главная жизненная мечта с самого момента моего приезда в Канаду. Оставалось только взять судьбу в свои руки и осуществить эту жизненную мечту. А в 2017 году художественное руководство хором возглавил наш замечательный дирижёр Данил Биба. Он же талантливый музыкант, композитор, джаз-мен, аранжировщик многих произведений из нашего репертуара. Я очень рад возможности работать с «Авэ Клайр». Уже три года мы развиваемся творческие и профессиональные воздействия. В процессе творческого развития мы познакомились с прекрасным специалистом Еленой Ишлёнской. И я благодарен возможности и шансу, что она работает в нашем коллективе и поддерживает меня во всех моих творческих начинаниях. Я приехала из Белоруссии, из города Минска много лет назад, успев закончить все надлежащие музыкальные заведения, музыкальные училища и консерваторию. А в хоре я занималась с самого детства и до отъезда сюда. И знаете, интонация, особенно звуки, спетые в аккорде, для меня всегда имели большой смысл. С коллективом «Авэ Клайр» я работаю ровно год, из которых полгода мы в карантине. В мои обязанности как хормистера входит поиск и утверждение нового репертуара, разучивание партий в индивидуальном и групповом порядке. Также я делаю записи каждой партии, каждой песни, чтобы хористы могли разучивать их в удобное для них время. Песня «Авэ Клайр» Понятно, что в такое непростое время многие коллективы приостановили свою деятельность. Как же вам удалось справиться с этой ситуацией и найти мотивацию двигаться вперед? Вы правы, мы переживаем очень непростые времена. Ведь когда объявили пандемию, нам стало ясно, если распустить хор временно, то это временное, скорее всего, превратится в постоянное. А потерять сложившийся замечательный коллектив, все творческие наработки, достигнутый уровень вокальной техники, мы, руководство хора, категорически не захотели. Сразу мобилизовались и перешли на работу в онлайн, не теряя ни единой репетиции, ни единой недели. Методику пришлось создавать по коду. Ведь раньше, в доковидные времена, запроса на такой вид проведения хоровых репетиций просто не существовало. А режим работы онлайн преподнес массу технических нюансов и сложностей. Создали, разработали виртуальную хоровую библиотеку, систему работы малыми группами и вперед. И что самое интересное, вопреки всяким ожиданиям, мы продолжаем расти численно. К нам присоединилось много новых хористов. Требований нашего дирижера настолько профессионально высок. Вот у него у самого две консерватории в анамнезе. И он к нам относится, как будто мы находимся на его уровне. Блудец. Как и где можно познакомиться с вашим творчеством? Мы есть в Фейсбуке. Также у нас есть информация на нашей страничке ofacquire.com. Когда сложилась ситуация с самоизоляцией, то для всех музыкантов, не только для нас, настал очень трудный момент. Потому что для музыканта главное что? Творческое вдохновение и восхищение своей фантазии. Я знаю, что вы принимаете в коллектив новых участников. Интересно, каковы критерии отбора? Да, мы принимаем людей в наш коллектив. Удивительный. И у нас есть главный критерий отбора. Это большое желание петь. Потому что, как мы все знаем, что люди будут тратить свое время только на то, что они действительно любят. Мы принимаем людей разных музыкальных бэкграундов. И знание музыкальной грамоты, конечно, приветствуется, но это не обязательно. Хотя вокал — это серьезная алгебра. Мы работаем с интонацией, с дыханием, со звуковедением, извлечением. Работаем на технической свободе. Все остальное делает репертуар. И чем больше репертуара, тем свободнее становится певец. Не сразу, конечно, постепенно. Но результат есть всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну как же я могу отпустить сегодняшних гостей без исполнения какого-нибудь музыкального произведения? Тем более впереди Рождество и Новый год. Сейчас будем петь песню. О, вот эта хорошая песня. Но нас же только трое, нам нужно четверо. У нас будет петь Ольга. То есть я сегодня присоединюсь к вашему коллективу. У нас сегодня все будут петь. Ой, так это мне... Думаешь, много? Нормально, 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 сможет. Многое лето, многое лето, многое лето... Лично мне уже не терпится услышать выступление хора А.В. в большом концертном зале с хорошей акустикой и насладиться профессиональным пением его исполнителей. Возможно, и с моими участиями. Если вам понравилось мое видео, ставим лайки, оставляем комментарии. А также не забываем подписываться на мой канал в YouTube Зеленина Ольга. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.